Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Открытый диалог». Как всегда, в нашей студии актуальные темы, интересные гости, которым есть что вам рассказать. Сегодня с нами Юлия Ковтон, директор филиала Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области. Здравствуйте, Юлия Шамильевна. Здравствуйте. Сегодня у нас пойдет разговор о переходе на электронные полисы обязательного медицинского страхования. Вот этот переход, как давно он идет именно в Московской области? В Московской области оформить полисы электронные можно с 1 мая 2017 года. То есть процесс начался совсем недавно. Еще уже месяц как? А вообще во всей России, я так понимаю, полисы уже выдавались? Ранее выдавались и сейчас продолжают выдаваться по всей территории Российской Федерации. А с чем связан этот переход? Зачем нужно будет прогресс не остановить? Ну, во-первых, электронный полис – это более удобная форма полиса. При этом одновременно действуют и бумажный полис, и электронный полис. Поэтому это желание граждан. То есть получать электронный полис – это не строгая обязаловка? Это совершенно не обязательно. Два полиса разных видов – электронный полис и бумажный полис. Они одинаковую силу имеют, просто разный формат. Ну, о формате мы поговорим чуть-чуть попозже. А пока вопрос, кто может получить полис, кто должен его получить? Вообще полис обязательного медицинского страхования могут получить граждане Российской Федерации. Они все застрахованы по обязательному медицинскому страхованию. И ряд иностранных граждан, которые имеют на это право. А вот электронный полис могут получить только граждане Российской Федерации. Потому что в соответствии с законодательством, иностранные граждане, имеющие на это право, получают полис в бумажном формате. Вот мы тут даже немного распечатала, как выглядит полис. Я попрошу показать его. Значит, Юлия Шамильевна, расскажите, пожалуйста, что включает в себя полис? Ну, во-первых, полис... Как он выглядит? Да, он выглядит как карта, я так понимаю. Да, он выглядит... Это пластиковая карта. То есть он прочный. Бумажный полис, вы знаете, умнется от частого употребления, стирается... Храните его в файлике. Да, храните его в файлике. Это пластиковая карта. Во-вторых, размер. Размер с банковскую карту. То есть он очень компактен. Побольше просто для примера я его распечатала. Также удобно хранить и вместе с банковскими картами. То есть это очень удобно. Во-вторых, конечно, он более защищен, чем электронный полис. Вы видите, что... Чем бумажный полис, да. Потому что на нем, во-первых, есть фотография, что исключает возможность обращения в медицинскую организацию с этим полисом какого-то постороннего лица. Содержится на нем чип, который в себе заключает информацию о застрахованном лице и выбранную им страховой компанией. В принципе, вот основные отличия. Но я считаю, что они достаточно существенные. И вот на эти полисы сейчас какими темпами идет переход в городском округе Люберцы? Ну, мы провели такой анализ в пунктах выдачи полисов. И примерно 60% граждан, которые оформляют полис обязательного медицинского страхования, хотят получить электронный полис. Это вот за месяц? Да, это за месяц, 1 мая. Вот сейчас уже на территории нашего округа выдано около тысячи таких полисов. Вернее, еще пока не выдано, а подано заявление на их оформление. Но это бы тоже чуть попозже. Вот люди, они как реагируют на то, что что-то новое, особенно пожилые люди? Не боятся ли какого-то досье? Да, но на самом деле реакция пожилых людей неоднозначна. Некоторые специально приходят для оформления электронного полиса. Некоторые говорят, ну, зачем нам электронный полис? У нас есть бумажный, мы, в принципе, совершенно довольны этим обстоятельством. То есть по-разному. А молодежь в основном, конечно, оформляет электронные полисы. То есть молодежь обычно игнорирует такие вещи? Ну, сейчас идут, да, молодое поколение? Ну, вы знаете, к сожалению, вот, к сожалению, хотела сказать, что зачастую мы с вами идем за оформлением полиса, вообще обязательно медицинского страхования, только тогда, когда нам это необходимо, обратиться за медицинскую помощь. А вообще, это вещь, которая должна быть всегда с гражданином, куда бы он ни поехал, потому что полис действует на все территории Российской Федерации. И в случае, ну, не дай бог, каких-то обстоятельств, при которых необходима медицинская помощь, в любом субъекте Российской Федерации, предъявив свой полис, выданный на территории Московской области, вы получите необходимую помощь. То есть лучше всегда с собой носить эту карту? Конечно. Даже если просто вышел на работу? Конечно. Вот кроме удобства физического, то, что она не мнется, то, что она прочнее, какие еще есть преимущества у электронных полисов? Несомненно. То есть это более подробная информация, наверное, да? Ну да, более подробная информация на полисе, которую сразу видит лечебное учреждение при обращении гражданина. А срок действия вот у бумажного полиса, он каким был? Бессрочный. Бессрочный. А этот? И этот тоже бессрочный. Но здесь есть небольшой нюанс, извините, и касаемо бумажного полиса, и электронного полиса. То есть он, да, он бессрочный, но если гражданин меняет фамилию, имя, отчество, если, ну, бывают такие случаи, когда надо поменять дату рождения, ну, бывают, вы знаете, ошибки у нас в документах, да, место рождения, то этот полис подлежит замене. Как бумажный, так и электронный. А вот там же есть фотография? Да. И если известно, что паспорт мы меняем по достижению определенного возраста, то здесь нет такого? Здесь такое, как бы, нигде об этом не говорится, пока не говорится, может быть, потому что, ну, только начался процесс. Поэтому далее, может быть, какие-то внесут изменения в нормативные документы. Пока нет, делается фотография один раз. Ну, самый, пожалуй, важный вопрос, где получить такую карточку и как ее получить? Если мы сейчас говорим о нашем районе с вами, да, то в Люберецком районе пока открыто 4 пункта выдачи полисов. Почему пока только 4? Это связано с процедурой оформления полиса. То есть мы говорим о том, что на полисе есть фотографии и есть подпись гражданина. То есть для этого пункты выдачи полисов должны быть оснащены соответствующим оборудованием. Вот пока это 4 полиса, это 2 пункта выдачи полисов. Да, 2 пункта выдачи полисов страховой компании МАКСЭМ. Это на улице Кирова, дом 51, и на улице Назаровской, дом 3, это в здании новой поликлиники на территории взрослого отделения. Есть пункты выдачи полисов страховой компании САГАСМЕД, 116-й квартал, улица Кирова, дом 20А. И пункт выдачи полисов страховой компании Росна. это Комсомольский проспект, дом 24, дробь 2. Пока эти 4 пункта, но страховые компании нам обещают в ближайшее время оснастить оборудованием все свои пункты выдачи полисов. А какое там нужно быть оборудование? Вот именно в пунктах? Это планшет и веб-камера. Вот захотела я, например, получить этот полис. С чем мне нужно прийти в страховую компанию? Какие-то документы? Документы такие же, как и при оформлении любого полиса. Это паспорт гражданина Российской Федерации для детей до 14 лет от свидетельства о рождении и паспорт законного представителя ребенка. И СНИЛС. Детям до 14 лет. Так вот, значит, и детям тоже можно его оформить? Детям тоже его можно оформить. Единственное, что до 14 лет не будет фотографии. Но будет подпись законного представителя ребенка. Итак, кроме паспорта, СНИЛСа и фотографии больше ничего не нужно? Фотографии тоже не нужны, потому что фотография и подпись оформляется в пункте выдачи полисов удобно эта карта как она и как долго она изготавливается срок изготовления электронного полиса такой же как и бумажного полиса вы обращаетесь в пункт выдачи полисов выбранной вами страховой компании с пакетом документов ну то есть это паспорт оснился для детей до 14 лет при наличии и в этот же день вам оформляют временное свидетельство которое подтверждает факт оформления вам полиса то есть что электронного что бумажного одинаково действует это временное свидетельство 30 рабочих дней как при оформлении бумажного полиса так и при оформлении электронного полиса да и за это время оформляется полис печатается это бланк строгой отчетности поэтому это печатает госзнак временное свидетельство она точно также такую же силу имеет как и полис, то есть в случае необходимости можно обратиться в медицинскую организацию за медицинской помощью вот с этим временным свидетельством. На временном свидетельстве указан срок, то есть по истечении 30 рабочих дней, когда гражданину необходимо сделать еще один поход в пункт выдачи полиса уже непосредственно за полисом. То есть срок изготовления, что бумажного, что электронного полиса абсолютно одинаков. То есть пока, если человеку будет необходима медпомощь на это время, он может вот это предъявить? Да, конечно. Кстати, вот тоже пришел вопрос в голову, пока вот говорили. А если человек, например, не может по каким-то причинам пойти в пункт выдачи полисов и подать заявление как-то, может быть, на дом или ему нужно как-то кому-то можно это поручить через доверенность? Ну, законодательством предусмотрены такие случаи. Оформляется доверенность в простой форме, ее не надо нигде заверять. В простой форме оформляется доверенность на того человека, кому вы доверяете. И он идет в пункт выдачи полисов с этой доверенностью, с вашим паспортом, со своим паспортом и получает полис по доверенности. Но понятно, что в этом случае можно оформить только бумажный полис, потому что фотографию и подпись лица, на которого оформляется полис, сделать невозможно. Спасибо, Юлия Шамилевна. Мы прервемся сейчас на короткую рекламу. Напоминаю, уважаемые телезрители, с вами программа «Открытый диалог». Никуда не уходите, мы скоро вернемся. Уважаемые телезрители, мы возвращаемся в студию. Напоминаю, вы смотрите программу «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях Юлия Ковтун, директор филиала территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области. Юлия Шамилевна, вот продолжаем разговор об электронных полисах. И тоже немаловажный вопрос, который наверняка интересует телезрителей. И оформление вот этой карточки, это платно или бесплатно? Это абсолютно бесплатно. То есть за счет каких средств они оформляют? Государственные средства, конечно. При утере, при замене полис выдается бесплатно. Никого штрафовать не будут? Я паспорт потеряла, меня штрафовали за полис. Нет, за полис не штрафуют. Понятно. Вот если, не знаю, как сейчас это будет построено, вот каков процесс работы карты? То есть если раньше предъявил полис и тебя приняли, а сейчас электро, если карта электронная, то наверняка нужны какие-то программные обеспечения, оборудование какое-то нужно? Да, нужно программное обеспечение, нужен считывающее устройство. И наши все, медицинские организации, по крайней мере нашего, Люберецкого района, подтвердили свою готовность принимать граждан с этими электронными полисами. Я сама лично проездила, все регистратуры, приемные покои, действительно везде стоят считывающие устройства для электронных полисов. Или информат, вы знаете, есть такие аппараты в поликлиниках, при записи к врачу, и там есть специальное считывающее устройство для электронных полисов. Наши медицинские организации готовы принимать такие граждан, поэтому я надеюсь, что проблем с этим не будет. Вот когда я готовилась к программе, тоже где-то вычитала, что, возможно, будет какая-то электронная база пациентов на основе этих полисов создаваться. Нет, пока такая информация? Электронная база? Она уже есть. Конечно, конечно. Все мы, все, кто имеет полис обязательного медицинского страхования, мы все в этой базе есть. Может быть, история болезни человека тоже на основе этого полиса? Сейчас тоже к этому все ведется. Вы знаете, что в поликлиниках сейчас вводятся и электронные амбулаторные карты. Вот так, собственно. Да, в общем-то, нисколько завязано с полисом. Полис – это при обращении. Гражданин обратился, и медицинская организация его идентифицировала. То есть она видит, что это застрахованный, что у него есть полис. Наши поликлиники сейчас полностью оборудованы считывающими устройствами. А вообще по Московской области в какой срок должны перейти поликлиники, поставить оборудование, быть готовыми принимать пациентов? Ну вот давайте посчитаем. С 1 мая началась выдача электронных полисов. 30 рабочих дней – это примерно начало июня. То есть когда мы ожидаем уже поток пациентов с электронными полисами. Значит, в первой половине июня все медицинские организации нашей области должны быть оснащены считывающими устройствами, программным обеспечением. Если пациент не оформил новый полис, то его примутся с бумажным полисом? Давайте так. Электронный полис – это не новый полис. А бумажный полис, который выдается с 2011 года, это не старый полис. Эти полисы, два, они действуют одновременно. То есть если человек хочет электронный полис, пожалуйста, электронный полис. Если он хочет бумажный полис, пожалуйста, бумажный полис. Но на самом деле у нас с вами есть еще люди, которые не поменяли полисы, которые они получили до 2011 года. Из много таких людей по району? Ну, достаточно. Достаточно, потому что эти полисы, они не прекратили срок своего действия. И люди с ними обращаются, особенно пожилые люди. То есть на самом деле полис нужно менять при смене паспорта. То есть меняются паспортные данные. Поэтому человек должен обратиться в страховую компанию или в ту, где он уже получал полис, или в другую страховую компанию по своему желанию, и внести изменения о паспортных данных. Вот, к сожалению, не все наши граждане это делают. Дети оформляли полис по свидетельству о рождении, в 14 лет он получил паспорт. И мы совершенно забываем о том, что у нас изменились документы, надо обратиться в страховую компанию. Вот в таких случаях полис может быть погашен. То есть если человек не меняет долго своих документов, не вносит в базу, вернее, не позволяет внести в базу изменения в своих документах, то, естественно, он не выполняет своих обязательств. Поэтому я призываю всех граждан при изменении каких-то своих документов, фамилий, имя, отчество обращаться обязательно со сменой полиса. Или внесением изменения в полис. Поэтому, допустим, граждане после 45 лет, когда мы паспорта меняем, они продолжают пользоваться старыми полисами, их принимают в медицинских организациях, потому что эти полисы, они своего срока действия не закончили. То есть они бессрочны. Но желательно их поменять на полис нового образца. Или бумажный, или электронный. Но еще раз повторяюсь, оба эти полисы, они не старые, они оба нового образца, просто в разной форме. И того, полисы, неважно, какого образца, они будут действовать на территории всей Российской Федерации? Да. То есть за рубежом нет? Нет, конечно. Потому что это государственное страхование для граждан Российской Федерации. Юлия Шамильевна, а вот если человек приезжий, у нас здесь в Люблицах немало приезжих, если он действительно приехал из другого субъекта Российской Федерации и хочет получить полис здесь, это возможно? Да, конечно, возможно. Но при этом надо учитывать несколько условий. Во-первых, полис по причине выбора страховой компании может выдаваться, то есть выбрать страховую компанию человек может один раз в год. Если он официально изменил место регистрации, то есть был прописан, например, в Тульской области, сейчас он приехал сюда в Люблиц и прописался здесь, то есть официально сменил место регистрации. В этом случае он может оформить полис, вернее, выбрать страховую компанию чаще, чем один раз в год. А вообще у нас очень много случаев, когда приезжают люди из других регионов, здесь останавливаются, работают длительное время, и они полисы, выданные в своих регионах по месту жительства, переоформляют на полис Московской области. То есть вот этот бумажный полис и электронный полис, они могут нести себе информацию о смене 10 страховых компаний. То есть человек может каждый год менять страховую компанию, при этом не меняется полис, он просто перерегистрируется. То есть это совершенно нормальная практика. То есть даже если он в своем регионе не получал полис нового образца, получал его до 2011 года, он может приехать сюда, в Московскую область, со своей регистрацией в другом регионе, и здесь получить Московский областной полис. Юлия Шамбельна, а вот если наоборот, если Люберчанин, например, оформил здесь полис и с новым полисом поехал в другой регион, его там примут, если в поликлинике еще нет считывающего устройства? Да, конечно, примут обязательно, потому что это полис, который действует на всей территории Российской Федерации. Поэтому отказ в оказании медицинской помощи – это нарушение законодательства. Может ли гражданин оформить электронный полис, если он потерял, скажем, старый бумажный полис? Конечно, он потерял старый. Во-первых, он по-любому должен обратиться в страховую компанию и восстановить этот полис, то есть получить дубликат этого полиса. Полис должен быть обязательно? Обязательно, конечно, потому что за медицинской помощью мы можем обратиться в любой момент. И при оформлении этого дубликата в медицинском полисе он точно также может выразить желание получить электронный полис. Ну что ж, Юлия Шамбельна, спасибо вам большое. Уважаемые телезрители, напоминаю, что вы смотрели программу «Открытый диалог». У нас в гостях была Юлия Ковтун, директор фериала Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области. Будьте здоровы и смотрите нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова